Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 657. События дня. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. Вот такое изречение есть в Библии, а то Бог никого не наказывает, ну, то есть Писание не знает. За 30 сентября 2017 года Александр пишет по скайпу. Мировым, Игнатий Тихонович, помните Николая, Леонов Николай, на Украине, который погиб? Вы ему тоже тогда говорили одно, но поступил он по-своему, ну и погиб. Неоднократный чемпион мира по кикбоксингу был. Я говорил, не воюй, не воюй, не бери оружие. Мы были в поездке миссионерской, поступило известие, как их убили ракетой. Сколько было, все до одного погибли сразу. Это на... об Александре идет к Алине не речь, я дал данные. Да, и Александр не прислушался к вашему доброму совету. Я ему говорил, не дури, воскрес, у тебя ничего не было, сатана тебя обольстил. Ты иди работать на физическую работу, а он нигде не работает и среди баптистов. Шлялся там, пил, ел и говорил, а они привечали его. Я православный, ни поста ничего не соблюдал. Благодарю за стих, как все точно предсказано. Стих Некрасова я вам могу прочитать. Но, увы, люди порой просто не хотят замещать этого. Посему, как многим ближе свое эгоистическое мнение, они думают, что это есть любовь. Братьям низкий поклон, спаси Христос. Какое стихотворение? Стихотворение Некрасова. Я его где-то тут не найду, наверное. Стихотворение Некрасова. Вот тут надо найти где-то. О-о-о, нету где-то. Вчера я послал только Некрасова. Придется его по-другому взять. Сейчас я найду. Зайду в мой мир. Тут прочитаем. Юрий Соболев. На его страничку зашли. Стихотворение. Николай Некрасов. Блажен, незлобивый поэт. В ком мало желчи, много чувства. Ему так искренен привет друзей спокойного искусства. Ему сочувствие в толпе, как ропот волн ласкает ухо. Он чушь сомнения в себе, в сей пытке творческого духа. Любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкой сатирой, он прочно властвует толпой с своей миролюбивой лирой. Девясь великому уму, его не гонят, не злословят, и современники ему при жизни памятник готовят. Но нет пощады у судьбы тому, чей благородный гений стал обличителем толпы, ее страстей и заблуждений. Питая ненавистью грудь устава ружи сатирой, проходит он тернистый путь своей карающей лирой. Его преследуют хулы. Он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. И веря, и не веря в новую мечте высокого призвания, он проповедует любовь враждебным словом отрицания. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых, и умных и пустых людей равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, и только труп его увидя, как много сделал он, поймут, и как любил он, ненавидя. Сегодня Юрий Соболев пишет, словно о вас сказал поэт, спаси Христос. Видите, как поэт обличел, его возненавидели. Пишут, я посмотрел в интернете, не знаю, на кого еще столько выливается от православных желчи. А я их не трогаю, я сказал, неправильно крестите, неправильно посещаете. Ну, безобразники, я называю их пираты, захватили церковный корабль. Со всех сторон его клянут. Потому что 96-й псалом, 10-й стих, говорит, любящий Господа, ненавидьте зло. А другой, он, как их называют, в одну строчку, без пробелов, всех люблю, никого не осуждаю. Любвисты. Ну, вот я нашел, где это. Дальше события дня. Сергей Игнатов. Мир вам, Игнатий Тихонович, Священного, Иерей и Аким, Надежда Васильевна, Владимир Александрович. Это Устинов. Никита Андреевич. Колесников. Роман, это малыш, и вашим ближним. В город Магнитогорск, сыну, оттуда домой, в город Углидар, Донецкой области. Добрался без особых трудностей. Жив, здоров, полон впечатлений. И все время думаю по поводу своего пребывания среди близкой и родной мне по православной жизни во Христе, вашей общины в силопотеряевка. Ну, этим злодействующим, хурителям-то вот советуем. Приезжайте, поработайте. Он 10 дней был, наработался. Благодарю Господа, что был у вас, получился крестьянскому труду, дисциплине, рациональному использованию времени, бедительности. После пребывания в кругу мужей и братьев во Христе в селе Потеряевка путешествовать больше никуда не буду. То есть он путешествовать любил по разным местам, монастырям. Если Бог даст и жив буду, то попрошусь снова приехать к вам с Украины, представимся, в очередной отпуск, строго следуя вашей инструкции. Очень признателен за отеческое вразумление, которое получило тебя в селе Потеряевка, не село, а поселок. Довольна оказалась и моя жена Раиса, которая без всяких замечаний и реплик смотрела, как меня отсчитали в первый день моего приезда за то, что по своей эгоистической бесовской самости причинил вам беспокойство своим запоздалым прибытием и не предупредил по телефону о трудностях, с которыми я столкнулся, из-за нарушения ваших предписаний для едущих в село Потеряевку. Простите меня еще раз, Игнатий Тихонович. Прощаюсь, Сергей Егорович. Дохранить тебя и всех ближних, Господь. Аминь. С 29 сентября 2017 года. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. На текущей неделе смотрел ваш ролик, в котором вы отвечаете на вопрос Сергея Игнатова о передислокации ваших трудов, где акцент вами поставлен на сохранение и размножение уже сделанного. Я и раньше об этом думал, что творчество человека не может быть всегда революционным в течение земной жизни, от одного этапа к другому, от одной формы к другой. Должен наступать этот этап хорошей творческой консервации. По этому случаю есть классическое выражение «Deus conservant omnia» – «Бог сохраняет все». «Ведь все труды в вашем настоящем случае есть действия благодати Божией, но ведь и она обильна там, где сохраняя остался человек. Не повредил себе грехом себя, сохранил чистоту. Разумный человек не потерял ничего, если он сохранил самого тебя», – говорил Монтейн. Вообще же, на хороший вопрос получился хороший ответ ролик. «Храни вас и ваши труды, Христос». Ну, я тут о войне выступаю. О войне выступает архимандрит Спиридон Кисляков. Георгий Степанович Кисляков, мирское имя. Родился 4 марта 1875 года. Село Казенко, Скопинского уезда. Иомер 11 сентября 30-го года. Киев. Получается, жил 55 лет. Перед революцией писал, «Современное христианство живет более политикой мира сего, чем самим Христом, более язычеством, чем нормами евангельской жизни». Хотя лично Христа христиане устами своими считают своим Богом и молятся ему, и пока совершают ему служение. Но что касается его учения, то христиане своей жизнью стали прямо во враждебное к нему отношение. Атаян Златовы говорит об этом. Если бы кто решил исследовать Евангелие и нашу жизнь, то больших врагов вряд ли нашел бы. Государство сознательное и целенаправленное на протяжении Константиновского периода русской истории искажало в своих корыстных целях подлинное вероучение Церкви. Без живой евангельской жизни все церковные христианские догмы стали лишь достоянием ученых, богословских диссертаций, вообще книг, и только одних книг, а не самой жизни христиан. По той же самой основной причине распалась и сама Вселенская христианская Церковь на несколько частей, и каждая часть отрицает одна другую в верности своему основателю. Наконец, ужас! И сам Христос с того момента, как Церковь стала государственным парламентом, стал самым жалким батраком на службе идеологии псевдохристианских государств. Вот они бьются, христианское государство, Святая Русь. Вот, пожалуйста, вам, за что вы бьетесь? Там Калинин, эти лжецы, коллаборационисты, предатели дела Божьего. Простой народ на внешнюю церковную святыню смотрит, как на наглядный, осязаемый пантеон богов и богинь. В настоящее же время, сравнительно с прошлым, весь мир пошел еще дальше против Христа. Со дня последней мировой войны весь христианский мир стал представлять из себя самую ужасную похоронную процессию, которая с ружьями в руках, с обнаженными шашками, пушками, ядовитыми газами, горючими жидкостями, на аэропланах, пароходах, поездах, автомобилях, верхом, пешком спешит, как можно скорее похоронить Христа. Вот пока какие последствия оказались в жизни современных христиан. После всего этого как-то страшно становится на душе. Почему жизнь христиан так упорно и систематически идет против Христа? Почему христиане исповедуют христову религию и свою жизнь так подло и низко обесценивают его ни во что? Почему наконец даже такие церковные ценности, как почитание икон, почитание преемственности священства, канонизация церкви, церковное имущество, духовенство, ставят для церковной жизни несравненно выше, чем нравственное учение Христа? С того времени, как сатана искушал Христа в пустыне, прошло ровно три века. И вот дьявол снова берет ту же самую идею третьего искушения Христа и через Константина Великого в виде знамения Христа Господня на небе предлагает ему и и всему христианскому миру с победным лозунгом сим-победиши. На сей раз дьявол восторжествовал, да и было на чем ему торжествовать. Увы, христиане четвертого века не устояли перед соблазном этой дьявольской идеи. Они слепо обманулись, с открытыми объятиями приняли ее за откровение неба и вследствие этого подверглись провалу. С этого момента закончились золотые дни христианской жизни. Наступила новая эра жизни, когда последовало быстрое превращение христианства из первоначальной свободной религиозной жизни в строгое государственное христианство. С этого момента ужасное явление в истории Церкви. Последовало быстрое слияние Христа с идеей земной власти Кесаря. Царство Божие, царство мира сего. Церкви с национализмом общественного церковного служения с языческими, обогатворением и ищущим власть сильных земли. Слияние это фактически и исторически свершилось в тот роковой момент, когда епископы того времени решились на неслыханное дело. В 314 году они, в угоду Константину Великому, этому язычнику христианской маски, или из своих личных корыстных расчетов в армии, созвали церковный собор. И на этом соборе, страшно подумать, предали анафеме всех, кто из христианских религиозных принципов отказывается служить в армии. Факт совершен. Синедрион Иудейской церкви заменен представителями христианских церкви. Пилат Константином Великим, Голгофа христианской войной, Евангелие отвергнуто, живой Христос снова осужден на смерть. В настоящее время все представители всей мировой христианской церкви не только вдохновляют и поощряют всякую войну, но они даже от лица самой церкви Христовой возводят ее в религиозный христианский культ. Например, военные чудотворные иконы святых, покровительствующих войне, молебны, мольбы о победе врагов и так далее. А они от лица той же самой вселенской церкви через причащение святыми тайнами. Идущих в бой солдат посылают и самого Христа. Может ли быть, что кощунственнее этого? Не Голгоф ли это для Христа? Как только христиане четвертого века приняли войну и сделали с государственными христианами Константина Великого, то с того момента прекратились и гонения на государственных христиан. Прежде мир ненавидел и гнал, мучил, как граждане от мира всего, а теперь сами христиане своей исключительной дьявольской жестокостью по благословению духовных представителей церкви Христовой заливает весь мир человеческой кровью. Исповедь священника перед церковью. 1919 во время гражданской войны в России говорила о необходимости покаяния духовенства перед Богом и всем народом. Мне все казалось, что соберется собор церковный в самом сердце матери нашей России и двинется со всей московской русской святыни в славный Кремль. И там в тяжелую годину мировой войны и русской революции повернется лицом к востоку и пав на колени скажет измущенной и страдавшей со своей родиной Русь святая прости нам всем пасторам церкви Христовой все наши грехи и беззакония. Отныне мы зажжем свет Христов в своей личной жизни, а затем уже в церкви Христовой и рассеем мрачную тьму всеобщей нашей языческой жизни. После такого открытого покаяния церковного собора несомненно вздрогнула бы вся Россия и пораженная примером своих пастырей прекратила бы все междоусобные партийные политические раздоры и последовало бы образу покаяния церковного собора, но увы исповедь священника перед церковью записал о том, что будучи в Сибири священник Максим обратился к нему с тревожными пророческими высказаниями. Я просил Бога и святых апостолов, чтобы они сохранили тебя, да чтобы сохранили тебя, да, на тебя сатана собирает батюшка всю свою рать и хочет тебя погубить окончательно погубить но я молился и твоя мама тоже молится Христу затем батюшка мой дьявол как я слышал всю жизнь будет преследовать тебя вот будут дни когда батюшка будет страшная война весь мир будет воевать и ты из Сибири поедешь туда и будешь на войне война это суд Божий это еще не последний суд Божий суд этот над христианами за то дружи мой что они попрали святое евангелие христиане ныне отвергли святое евангелие Максим рыдает а что будет после войны я пока батюшка тебе не скажу делающие идолов все ничтожны и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы Исайя 44 9 после этих слов Максим сразу загрустил и ушел в себя минут двадцать он совершенно молчал а я не сводил с него своего взора после этого молчания Максим обратился к толпе и начал ей говорить какими-то несвязанными апоризмами а затем снова стал говорить о том что Евангелие святое попрано христианами ах боже мой боже мой вот беда нет теперь христиан вот горе все почти стали врагами христовыми сам плачет Евангелие поруганно да поруганно указывал что во время миссионерской деятельности по Сибири к нему обратился бурятский ламо с нелестными словами по поводу распространяемой христианам религиозности господин миссионер вы изложили нашу нам вашу христианскую религию и мы с большой любовью слушали вас и каждому вашему слову внимали теперь мы просим послушайте нас язычников некультурных людей да господин миссионер действительно христианская религия есть религия самая высокая общемировая если бы и на других планетах жили подобные нам разумные существа то ни иной лучшей религии не могли бы иметь чем христианская потому что христианская религия не от мира но божие откровения в христианской религии нет ничего человеческого тварного она есть чистая как слеза или кристалл мысль божия мысль это есть тот логос о котором Иоанн Богослов сказал что он плотью стал стал воплощенным Богом Христос и есть воплощенный логос его учение показало миру новые пути жизни для человека и явилось для него откровением Божией воли воли же это в том чтобы христиане жили жили так как жил и Христос и учение Христа было эхом жизни но посмотрите сами господин миссионер посмотрите беспристрастно живет ли мир так как учил Христос Христос проповедовал любовь к Богу и людям мир кротость смирение все прощения он заповедовал за зло платить добром не собирать богатство не только не убивать но и не гневать хранить в чистоте брачную жизнь а Бога любить больше отца и матери сына дочери жены и даже больше себя самого так учил Христос но не такие вы христиане вы живете между собой как звери какие-либо кровожадные вам стыдно должно было и говорить о Христе у вас рот весь в крови среди нас нет никого по жизни хуже христиан кто здесь больше всего плутует развратничает хищничает лжет воюет убивает христиане они первые богоотступники вы идете к нам с пропуги Христа а несете нам ужас и горе я не буду вспоминать инквизиции не буду говорить о том как с дикарями поступали христиане я вспомню недавнее время вот началась строиться великой сибирская дорога она как вам известно проходит около нас и мы радовались вот мол русские несут в нашу дикую и культурную жизнь свет и любовь христианской жизни мы с нетерпением ожидали когда дорога подойдет к нам и дождались к ужасу и горе своему ваши рабочие приходили к нам в юрты уже пьяные спаивали бурят и развращали наших жен среди нас сами появились пьянства самих грабежи убийства драки ссоры болезни у нас до той поры не было замков потому что не было воров тем более не было убийства а теперь как наши буряты вкусили вашу культуру и узнали в чем по вашему настоящая жизнь то уже и мы не знаем что с ними делать да сохранят обеда и майдари нас от таких христиан такие же и ваши миссионеры они сами не верят в то что проповедуют если бы они верили в это и жили так как христос учил то им и проповедовать было бы не нужно никому мы все были приняли христианство ведь дело сильнее слово как бы мы в самом деле остались во тьме если бы возле себя увидели свет вы напрасно думаете господин миссионер что мы такие невежды что не знаем где и что такое добро и зло но мы боимся чтобы от вашего христианства нам не стать еще хуже чтобы совсем не звереть мы мы видели не показывайте нам этой своей власти, чтобы все злое, нечистое, уродливое отсекать, очищать и ворчевать. Но вы своей жизнью только заражаете язычников. Нет, господин миссионер, сначала пусть сами христиане поверят своему Богу и покажут нам, как они его любят. Тогда и мы, быть может, примем вас, миссионеров, как ангелов Божьих, и примем христианство. После этого лама сел, а я все время сидел, как сам не свой, как громом пораженный. Если бы Шариту не предложил мне подняться, то я, кажется, не сошел с этого места. В жизни не переживал я такого жгучего стыда и обиды за христианство, как во время этого разговора и после него. Я просился с Шаритуем, сел на своего коня и поплелся, куда глаза глядят. Был я еще светским в то время. Уехал я с самой тяжелой думой о себе, своей жизни, о современных христианах. Вообще, как мне не было больно и обидно, но я осознавал, что во многом буддийский лама был прав. Я не мог лично на него обижаться. Что же это такое, думал я? Неужели врагами проповеди о Христе являемся мы сами христиане? Неужели наша жизнь позорит в мире христианство? И я остро почувствовал, что и действительно жизнь моя идет в разрез с Евангелием. Язычники нас, христиан, боятся, как чумы какой-либо, боятся заразы для себя от нашей худой, безнравственной жизни. Что я, как иступленный, начал кричать, Господи, Господи, что хочешь, делай со мной, только дай мне любить тебя всем моим существом. Пусть я буду какими-нибудь животным, собакой, волком, змеей, всем, чем ты хочешь, только чтобы я тебя любил всем своим существом. Мне, верой в тебя, мало я хочу любить тебя и любить так, чтобы весь я был одной любовью к тебе. Слышишь ли, Господи, мою горячую просьбу, обращенную к тебе? Так я раздирающе кричал во весь свой голос. Я, когда встречаю попов, архиереев, разного рода начальников, то думаю себе, «Эх, вы, люди, люди, как вы жалки в своих лицемериях, насильнических инстинктах! Не вы ли палачи, наши палачи, палачи души человеческой? Себя вы считаете пастырами Церкви Христовой, блюстителями законов справедливости, просветителями темного людо, А на самом деле вы все палачи, и еще какие палачи! Мне трудно считать, голос сел. Я просто буду выделять, а вы останавливаете, тормозите и считайте. Динько, динько, динько. Я, когда вы пробуждаете, тормозите и тормозите и тормозите, тормозите и тормозите, тормозите, тормозите. Так я сделаю себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За них я как могу отвечать? Ну и далее... Наш православный форум... Очень большой... 1600 только тем... Ну и наш видеоканал... Канал «Во свете Библии» открытым оком... Сейчас покажу... Сегодня пять поставим... Вот два кто-то зашли... Ругаются или что-то... Вот видишь, кто-то зашел... Александр Деген якобы... А что? Это баптисты так ругаются... Из-за баптистов... Ругаются... Материсты не умеют, а... Все... Вот сейчас бы... Не дед, а черт натуральный... Александр Деген... Вот так... Черт натуральный... Вот я вас с ними спрашиваю... И баптистов-то не похвалил... Говорю, что это еретики... Самые настоящие... Сектанты... Ай, черт... Дальше... Еще что-то он написал... Добрый день, Андрей... Черт натурально... Почему-то два раза... Дед несет хрень... И всякую... Ходит... И людей настраивает... Против... Против... Вождь деревенских... Ну, что-то такое... Недовольны... Ну, вот баптисты... Хваленого... Ничего не знают... Писание совсем не знают... Сатана обольстил их всех... Ну, и вот... Это... У нас еще есть сайт... Во свете Библии... Библейский сайт... И сегодня я прочитал... Опять же о войне... Вопросы и ответы... Ну, на этом все сегодня...